здравствуйте дорогие подписчики и гости канала всех вас приветствую на очередной расклад также я вас уже всех заранее поздравляют с предстоящими новогодними праздниками чтобы у вас было все замечательного года вы провели потрясающе итак мои дорогие темы у нас сегодня будет какие же у него планы на вас давайте будем смотреть у нас одна позиция поэтому загадывайте любимого мужчину подумайте о нем представьте его хорошо давайте давайте же посмотрим какие же у него на вас планы посмотрю посветлее сделаем так ну что ну что поехали да поехали и так кто он его сейчас основная характеристика ваш мужчина кем он сейчас является этот человек которому нужно что-то успеть доделать закончить до конца этого года знаете как будто или зарплата уже должна в конце года выплатить уже всю или он ждет каких-то бумаг документов уже готовых то есть какого-то результата давайте так скажем он долго что-то делал долго вкалывал упорно работал не вот сейчас он должен просто получить результат это очень важно для него кто он еще на данный момент ваш мужчина это человек который на данный момент находится в остановке на остановке тоже давайте так скажем он бездействует он выжидает он не хочет сейчас ни с кем видеться не хочет ни с кем общаться у него сейчас некая пауза в жизни давайте посмотрим почему я не знаю он никого не отпускает сейчас к себе дам ярофант может быть мужчина хочет быть в семье хочет быть с родными с близкими может быть он хочет отмечать новый год среди близких и родных ну знаете как то так вот как то так может быть он очень много сейчас понял и осознал что вот эта вся беготня зачем-то там за деньгами за прибылью это не главное в жизни главное это родина семья родители дети то есть водка какие-то вот вера вера в бога может быть ему через сейчас кто-то дает хорошие советы вот из близкого окружения же быть и родители может быть дедушка с бабушкой кто-то ему сейчас очень хорошо советует как ему поступить что ему сделать я бы даже еще сказала что он он очень привязаны к маме у него мама достаточно очень сильная женщина через многое прошла он очень к ней привязан и даже если его мамы нету он как будто на ментале общается постоянно с его с ее душой общается по каким-то своим вопросам нюансом как будто только с ней он может поговорить поговорить чистосердечно о чем-то ее спросить или же есть еще какая-то женщина которая заменяет ему маму женщина как будто вот она по энергетике похоже как мама она тоже его поддерживает о нем заботиться и он бы не хотел этой женщине изменять он бы не хотел эту женщину терять хорошо давайте посмотрим как он видит вас кто вы для него на данный момент вы его семья в непростой человек вы женщина которая приближена к его семье к его сердцу к его душе потому что вы не чужой человек вы очень много сделали для того чтобы возможно он стоял на ногах может быть благодаря вам этот мужчина работает имеет крышу над головой имеет там бизнес или работу то есть вы способствовали становлению этого мужчины что он стал на ноги это благодаря вам может быть вы родили ему детей может быть вы его наставник может быть вы человек который его поддерживает постоянно вы достаточно такой знаете светлый чистый добрый человек его душе и у него к вам отношения не как обычно какой-то женщине а что-то более глубокому чистому вы для него ангел ангел с крыльями который всегда найдет на любой вопрос ответ который всегда может найти выход из любого тяжелого положения еще кто вы для него сейчас на данный момент а такое ощущение как будто возможно между вами остановка в отношениях какая то есть пауза есть молчание есть тишина бездействие возможно вы сейчас находитесь на расстоянии может быть он уехал куда-то например дал находится от вас далеко может быть и вы от него уехали а какие он планы строит насчет вас он хочет стабильности он хочет серьезных отношений снова шанс на это чтобы вы согласились чтобы его выслушали дали ему возможность правильно выстраивать теперь отношений как будто он теперь знает как это делать он хочет к вам приехать или может быть вас к себе позвать причем у него какие-то планы грандиозные с вами связано на двадцать четвертый год да здесь как будто знаете вот если он весь или этот год или полгода ну или там несколько месяцев он молчал и бездействовал то в двадцать четвертом году он хочет с вами начать общее или дело или бизнес или с вами переговорить и как-то в общем взаимодействовать с вами взаимодействовать может быть он вам предложит общее дело какое-то вы согласитесь откройте бизнес причем если это вы смотрите бывшего мужчину да он собирается к вам с алиментами то есть он хочет к вам приехали того чтобы подарить что-то детям до отдать алименты и так далее у него есть в мыслях к вам приехать это правда и он даже знаете как будто думает как это сделать в какое время это лучше сделать знаете он с вами хочет помириться и договориться он хочет утрясти какой-то вопрос вопрос который уже давно на повестке дня висит где-то в воздухе и вы не можете с этим человеком никак прийти к чему-то одному потом хочет с вами поговорить потому что по другому никак не получится он понимает прекрасной пока он к вам не приедет пока вы его не увидите поговорить не получится потому что через интернет это не разговоры это какая-то нервотрепка как будто друг друг друга не понимаете а у него есть очень много чувств к вам ему прям не то что сказать ему хочется прям чтобы вы почувствовали всей всей душой всем сердцем его как будто в слов одних мало надо чтобы вы в глаза ему посмотрели чтобы вы в глазах прочитали его любовь как он сильно вас любит даже если вы смотрите сейчас на своего бывшего от которого ждете алименты я вам хочу сказать что мужчина до сих пор очень сильно вас любит и он очень сильно хочет вас вернуть с детьми это вот сто процентов я вам это говорю вот как хотите поэтому он он может приехать и как бы с подарками да вот с деньгами и будет как-то может быть вас склонять на то чтобы вы снова сошлись вот я вам заранее говорю вы знаете ему очень сильно нравится вот это вот внутреннее осознание себя рядом с вами что он большой какой-то человек что он герой что он победил что-то там кого-то я не знаю да и причем это внутреннее осознание что рядом со мной вот она самая лучшая женщина в мире даже если кто-то ему там сейчас будет говорить что да кто она вообще такая ты чё ты ты знаешь ее она такая она такая он у всех там поубивает он потому что он никому не даст чтобы кто-то вас плохо что-то с там сказал он будет всячески вас защищать потому что он вас лучше знает кто-либо были времена когда он вам вас сомневался были таки времена эти времена уже давно прошли теперь он важно знает от и до и поэтому он на сто процентов вас уверен знаете как то так да потому что вот это вот вы вы такая красивая по таковите кошечка это год кота вот весь этот год практически он вас видит вот такой желанный красивый такая же злова и да такая с короной в кресле где-то да с котиком там реальным может быть в общем где-то далеко который делает какие-то успехи которые самое лучшее в мире который каждый и поступок это какой-то это победа каждый день как он считает да потому что вы очень такая добросовестная очень внимательная яркая вы не стесняетесь вы просто делаете то что вы хотите а у вас какие-то планы вы какие-то достижения уже сделали в этом году он прям как будто или знает или спрашивал у кого-то там кто-то из вас сделал карьеру шикарную кто-то из вас пошел учиться кто-то из вас там бизнес открыл но в общем вы знаете сами свои достижения и он тоже знает это тоже для него ваша победа это его победа и он гордится вами он гордится вам поэтому чем лучше вы становитесь каждый день чем больше вы поднимаетесь вверх тем больше он хочет быть рядом с вами только такая знаете как недостижимая какая-то мечта его такая богиня какая-то такая знаете вот только не из фантазии а реальная какая-то богиня до которой он хочет дотянуться причем вы знаете если раньше был у вас трехугольник этого трехугольника давно уже нет потому что он уже определился давно что-то вы та единственная и рядом вообще никого не может быть очень много времени вот сколько вы весь этот год отдавали все свое время на работу на достижение чего-то на карьеру вот он точно так же как и вы весь этот год просто пашет как папа карло потому что здесь ему тоже нужны высокие амбиции высокие результаты это какие-то достижения какая-то некая публичность власть деньги понимаете да как авторитет для него вот он на вас смотрит ему хочется жить как то так какие планы на вас написать вам ближайшее время или позвонить или написать дать себе знать да да он это будет делать и готовьтесь он прям выжидает какой-то момент самое ближайшее время он знает что вы не подпустите его вы не подпустите но его это не остановит не остановит он придет к вам на праздник он к вам придет на праздник он на про она про напрашиваться начнет или же может быть он как-то через кого-то как-то через друзей через родственников через родители через детей через внуков я не знаю как он будет напрашиваться на праздник он хочет быть с вами на празднике поэтому если у вас ближайшее время там какой-то будет корпоратив готовьтесь на этом корпоративе он будет рядом с вами если у вас там какой-то семейный большой круг близких родных друзей если вы его не приглашаете его сто процентов пригласят или ваши родители или друзья или дети или внуки то есть что-то такое тоже будем заранее просто говорю это возможно он кстати на это делает расчет потому что вы не хотите но ничего страшно типа есть кто кто меня пригласит да да он придет один как всегда он один даже если вы ему с порога скажете ну чё ты а чё ты один а он а вы знаете что скажет а я всегда один я по жизни один потому что это по-честному дело в том что он как будто знаете находясь в отшельнике столько временем он очень много понял осознал и будет по-честному если я к ней приду один и если я ей скажу что она для меня единственная любимая навсегда это будет по-честному он будет вам делать какие-то признания в чувствах в любви да кстати чей-то мужчина тут вам принесет какие-то бумаги или заявления что-то я не знаю готовьтесь тоже если вы ждете от него что он вам должен что-то подписать там я не знаю там вашу там свою долю вернее в доме он он подпишет он придет вам на новый год с какими-то бумагами или там детям отписать что-то наследство вот имейте виду он к вам придет с бумагами вот кто ждет с бумагами он придет во всех других случаях мужчина будет просто знаете как-то пытаться с вами честно договориться просто честно договориться надо вас как будто убедить убедить что вы услышали чтобы вы поняли чтобы вы подумали простили он не хочет скандалов он не хочет выяснения отношений он к вам очень хочет вот даже сейчас он готов к вам приехать еще он знает что вы от него устали прям как будто вам уже все так надоело уже у вас сил как будто нет уже с ним да вот он это знает он это чувствует что вы от него устали очень сильно ну по крайней мере за этот год точно его планы на вас ну будет искать вам к вам контакт пойдет он на дипломатический разговор но как-то вот чтобы нашим и вашим чтобы всем было хорошо потому что он долго думал как вам подойти с какой стороны к вам подойти будет подходить он конечно с той стороны что он будет держать марку что он мужчина и будет очень сдержанно себя вести он не позволит ругаться он не позволит ну как-то некрасиво там может быть высказываться нет он будет как-то вот у него сама преобладание вот это вот собственное достоинство да я должен держаться в дом в рамках приличия где моя дисциплина да то есть вот это вот но он будет держаться как мужчина мужчина так где-то холодно не высокомерно но где-то так холодно и вы будете может быть думать боже мой о чем пришел что-то я от него никакой реакции не чувствую нет девочки он просто будет очень сдержанно себя вести для того чтобы не поругаться он не хочет с вами ругаться не хочет он пришел договариваться объясняться но так чтобы вот не сделать каких-то лишних некрасивых движений вот видите вот он пришел он придет к вам договариваться как мужчина к женщине как любимой женщине потому что ему тяжело без вас до тяжело а почему тяжело потому что ничего он не знает что происходит сейчас у вас в жизни у него в жизни за это время что произошло выжима отчета не говорите там не отчитывайтесь перед ним вы как-то четко ему сказали все ничего между нами не будет давай закроем тему давай не будем начинать не получилось у нас семьи любви ну что делать да такое бывает да да может быть вы ему обозначили что вы хотите семьи и детей а он говорит там типа я не знаю и посмотрим но вы тоже сказали не надо твою посмотрим ты давай там определить со своей женщиной со своей жизнью ты определись и потом ты ко мне придешь а он уже определился он определился и в самое ближайшее время он будет рядом с вами причем все это время пока он не рядом вы думаете он у вас забыл он не забыл причем у него есть кто-то рядом возможно даже из вашего окружения кто наблюдает ему все передают куда вы пошли откуда пришли с кем общались куда ходили когда как у каких родственников были там с кем встречались на работу когда ходили ему все передают даже ваше эмоциональное состояние почему-то люди тоже передают я не знаю где он их там таких партизанов нашел чтобы вас контролировали ну вот это как-то так может быть там дети передают может быть там внуки передаю знаешь типа дедушка ты знаешь бабушка вчера плакала про тебя говорила и все ему этого достаточно уже он для себя это понял чтобы до сих пор еще и вы любите хотите чтоб он вернулся да он хочет конечно перемен он хочет чтоб все поменялось есть эмоции к вам есть чувство к вам не может забыть прошлое с вами а с вами очень много связано очень много и это просто так не перечеркнуть понимаете это это не забыть да ну как можно забыть разбитое сердце как он не может забыть что выпла плачете или плакали что вы страдали что он вас оставил одну но не может это забыть и вы тоже кстати да что был был какой-то конфликт с вами что он вас довел до этого конфликта или может он вас бросил за измену какую-то в общем здесь что-то такое есть ему одновременно и стыдно за то что было и больно и так неприятно возможно вы еще разговаривали может быть с его мамой сестрой с кем это да это женщина говорит но как тебе не стыдно ты такое мог себе позволить а но она сейчас там а вот с детьми страдает а ты что здесь делаешь теперь а ну как ты мог так то есть его тоже кто-то там ругает тоже знаете как будто вот чтобы удается чтобы него мозги там стали на место кто-то тоже пытается его там как бы в чувство привести без вас кто-то прям за вас там а вот сто процентов как будто но как ты мог вот а прям таким вот таким вот голосом и говорят но как ты так мог да ты вот так поступаешь у тебя там типа дети ли там вот ну-ка ты кого еще сможешь себе тогда найти вот это единственная девушка была до с которым бы ты построил серьезные отношения семью и он там сидит тогда да 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 то есть он понимает обо всем все все понимает причем здесь знаете мужчина у которого не складывается личная жизнь вообще по жизни и он это очень хорошо знает ну ладно если там раньше были женщины которым были ему безразличны а вы наоборот вы прям в сердце у него он прям залипший на вас но он такой непростой мужчина да он непростого не может спокойно жить с ним вечно как на вулкане вот вы это знаете с ним вечно как на вулкане у него тоже преданных друзей то настоящего очень мало в основном какие-то враги может быть есть да кто против него чтобы выдерживать его характер это столько с ним нужно пройти огонь и воду медные трубы кстати да тоже очень себя любит он он где-то на вас похоже но себя он очень сильно любит он у себя на первом месте причем тоже виду не показывает что он сейчас несет потери убытки что он практически уже спускается на самое дно у него есть проблемы со здоровьем у него каждый год проблемы со здоровьем вот как начинается холода все у него там у rv и rz там не знаю еще кое-что ему иммунка у него слабая иммунитет у него слабый может быть вы об этом ему говорили он это об этом знает поэтому этот мужчина без вас вот не может узнать это уже представил мне тут показывает уже вот он где-то лежит там а на даче у себя уехал до куда-то на дачу него там печка какая-то небольшая избушка и вот у него там температура ему так не хватает чая с малиновым вареньем а вот если бы вы были бы рядом то было бы и чай и малиновое варенье и аспирин и теплая вода для ног до ножная ванна как говорится не все было красота вы там и банки может быть ему поставили бы или натерли бы его спиртом еще горло укутали бы но очень понимаете да вот вот чей-то мужчина сейчас болеет это сто процентов говорю и вот и я то что вот чувствую передаю вот страдает по вам но гордый но гордый пока висит пока висит потому что карма у него такая даже то что он заболел это ему пока армии прилетела уже с такой женщиной как вы так и себя вести нельзя обязательно высшая сила накажет ну если не накажет по-другому не поймет поэтому всегда высшая сила наказывает и вот он сейчас сидит наверное где там лежит может быть страдает скучает я не знаю голодает и вспоминает как вас не хватает потому что вы бы и вы его как ангел просто который его постоянно спасает лечит лечит его душу и тело тоже а ему узнаете ему частенько от вас прилетает как-то вот у меня вообще не такое но духе рода наказывают скорее всего духе рода наказывают они его связывают перекрывает ему вообще все пути дороги вот все пути дороги поэтому находясь сейчас в отшельниках он там до при рафанте он очень много наедине очень много думает вообще смысле жизни о вере о вас думает о семье вообще обо всем что что есть в этом мире на что раньше времени не хватало подумать час вот он думает хочет пытается осознать понять себя понять еще вас и весь этот мир как это все работает как это все взаимодействует очень интересно для него поэтому сила его до наказывает просто так жизнь чего не бывает вот он сейчас находится один с котом ну или в год кота или вообще он один целый год или у него действительно есть кот дома рядом интернет и рядом есть какая-то преграда да ну вот он не может выйти может быть у него до в доме он работает до фрилансер или может быть у него работа как дом и целый день в своих стенах очень много каких-то иллюзий у него в голове боится что вдруг что-то не получится очень много страхов у него не может понять что-то не может понять мама может быть ему приходит во сне или с мамой часто общается у мамы совета какого-то спрашивает понять там что он мам скажи пожалуйста почему женщины вот такие вот такие вот такие вот мамы ему объясняет женскую психологию да очень сильно зависит от мамы даже если мама в мире мертвых она всегда рядом но мертвы всегда рядом а у него вы прям сто процентов и вы еще кстати где-то похоже на его маму но внешность наверное может быть характер ему вас так очень сильно не хватает а как вас вернуть а просто так не получится вас легко так знаете было потерять а как теперь тяжело возвращать и то что он себя ведет как эгоистичный мальчик это уже не работает вас надо очень вот как он потерял вот так же вот пускать на надо напрячься и точно так же теперь уже не знаю как-то вас вот вернуть как-то возвращать вас надо он как птица феникс должен найти воскреснуть опять и воскресить эти отношения сам воскреснуть а ему дьявол мешает у него все в дьявола упирается то ли он там выпьет и не соображает то ли он там у уколется и голова вы знаете в тумане то ли он там на курица так что вообще голова кругом ходит то ли он без работы жить не может деньги нужны до такой степени что уже личная жизнь и личная жизнь ему есть у него зависимости конечно сто процентов причем у него тоже друг есть как у него компания была какая-то нехорошая там друзья какие-то может в гаражах не знали или там с университета с института со школы какие-то были друзья которые знаете подсадили его на что-то неприятно них одна дьявола подсадили на гулянки вот эти вот все по бабам бегать где-то пиво постоянно пить непонятно там в баре сидеть колодца может быть в общем и его подсадили его какие-то друзья ли друг какой-то очень хороший закадычный подсадил его на это здесь вы знаете какой вариант может быть здесь может быть наркоман который уже как бы бросил колодца но его или друг постоянно часто к нему приходит или у него тяга все-таки бывает ему опять хочется начать все это дело поэтому имейте ввиду ну или же может быть его закодировали но все равно тянет и друг друг приходит постоянно такой знаете под выпивший его постоянно год да ладно чудо тебя там закодировали пойдем от одной кружечке ничего не будет а потому что он может тут сорваться здесь мужчина может сорваться ему нужна такая женщина как вы ему нужна такая женщина как его мама она его умела держать и в живых рукавицах она могла его направлять она была сильной женщиной выносливый умный разумный и она могла устроить ему встряску хорошую привести его в чувство поэтому если у него действительно сейчас нету мамы вот вы на эту роль очень хорошо подошли бы вы вот можете как грушу его знаете оттрясти так что у него там все лишнее отпадет сразу и в голове останутся только до хорошие светлые мысли о жизни ему вас действительно не хватает кстати к вам и тянется поэтому он вот прям чувствует я не хочу сказать что вы ему мамка вы не мамка вы просто вас такая же энергия 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 женская как мать у материнская вот материнской энергии вас очень сильно преобладает поэтому это то что ему сейчас не хватает от вас сочувствия понимания да вот как ну любой 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 мужчина это как маленький ребенок мы все это об этом знаем поэтому здесь такая тема я думаю здесь я все-таки склоняюсь смысле что мама может быть но большинство мама что его ушла или вот она должна уйти понимаете вот он может быть за ней следить сейчас а за мамой да как бы там убирается за ней там моет ее кормит ее да может быть она уже в таком состоянии она вот 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 уйдет и он не хотел бы до чтобы она уходила ему так будет больно без нее он не сможет без нее но вот как-то так понимаете да 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 у него без мамы как будто мир рушится мир рушится еще и вас нету представляете нет у него поддержки получается нет поддержки ему тоже поговорить не с кем не с мужиками уже друзьями алкоголиками болтать правильно а он с ними уже практически со всеми попрощался вот у него кто-то там носится один какой-то может быть дружбан его давайте вам совет не отчаивайтесь просто знаете занимайтесь своей жизнью но не отчаивайтесь он все равно появится в вашей жизни готовьтесь к празднику на праздник какой-то должен появиться да кстати может быть это будет они обязательно новый год это может быть и день рождения и может быть кто-то вас на свадьбу позовет он на свадьбу придет вы там встретитесь это кристины именины могут быть чита день рождения у детей да и у вас опять все начнется заново девочки вам как будто надо только встретиться чтобы опять все закрутилось и не делайте поспешных выводов услышите его плохо ему правда и возможно и прощение попросит и будет просить чтобы его поняли снова дали шанс вот такой был расклад пишите пожалуйста и комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал конечно будете счастливы пусть вас личной жизни все наладится я вас всех люблю целую обнимаю до скорых встреч